Пока город живет своей жизнью, люди гуляют, наслаждаются летом, обсуждают последние новости, верят или не верят в коронавирус, скорая мчится на помощь тем, кто уже попал в коварные сети ковида. Здесь каждый день видят чудовищный оскал новой коронавирусной инфекции, за которым человеческая боль, искалеченные судьбы и неимоверный страх перед неизвестностью. Бригады работают на износ. Люди у нас переживают, требуют, чтобы уже в первые часы даже температура повышения бригады были срочно на вызове. Нагрузка возросла в разы, ведь малейший симптом заставляет людей в панике набирать 0,3. График работы скорой сейчас на пределе возможностей. Бригады работают сутки через сутки. И при этом всем членам бригады каждый раз нужно облачаться в защитный костюм, чтобы ненароком не стать переносчиком. Я сейчас собираюсь на вызов инфекционный, то бишь едем на повод температуры. Вероятнее всего там будет инфекционный больной, вероятнее всего будет ковидный больной. И вот типичный вызов. Обеспокоенные родные вызвали скорую бабушке. Женщина в группе риска. Участковый терапевт определила признаки ковид-19. Надо ехать. Мы едем на вызов на 50 лет октября, на 6-й километр. Вызов инфекционный, повод температуры, кашель. Более того, там довольно почтенный возраст бабушки, 93 года. Бригада сработанная, действует быстро, грамотно, предельно корректно. Сначала опрос, несколько экспресс-исследований, укол для облегчения состояния и с путь. Очевидно, что бабушка напугана и очень хочет попасть в надежные руки врачей. Говорят, если легкие заболели, значит ковид. И за спиной, за грудиной тоже. И голова болит. Страшно, я думаю. Это очень страшно. Люди-то погибают, ведь умирают. В итоге не факт, что у бабушки подтвердится именно ковид. Ее обследуют в чистой зоне больницы и определяют дальнейшую маршрутизацию. И выходит, что именно скорая помощь принимает на себя первую ударную волну человеческого страха, непонимания, неконтролируемой паники. Люди настолько уже обеспокоены этим коронавирусом, испуганы, что вызывают скорую помощь по поводам, даже когда повышается немного температура, 37,5. Сейчас немножко проблема с поликлиниками. То, что люди ждут долго участковых врачей. То бишь, вызывают участкового врача, он даже не может, в силу того, что много вызовов, прийти в эти же сутки. Конечно, их это не устраивает. Они в панике вызывают скорую помощь. Ну, а мы стараемся обслужить все вызова, которые поступают. Поэтому нагрузка увеличилась. Просто у нас меньше, скажем так, стало времени гораздо меньше. На какой-то там минимальный отдых, чтобы просто приехать на станцию, не знаю, выпить глоток какого-то чая или просто сесть на стул и отдохнуть хотя бы 5 минут. Ну, бывает такое, что мы проводим в машине просто практически сутки. И бываем на станции за сутки всего лишь час-полтора из 24 часов. И то перебежками. При этом именно здесь, на скорой, очень хорошо знают. Коронавирус – подлая штука. Кто-то не верит в него до последнего, но осознание порой наступает внезапно и мучительно. Страшного, что называется, хватает каждый день. Но если касаемо коронавируса, то больные, бывает такое, что умирают в машине. То бишь, не доезжая до стационара. Бывает, умирают в стационаре, да, и, к сожалению, что реанимационные мероприятия безуспешны в силу того, что вирус довольно серьезный, и заболевание распространяется порой молниеносно. Бывает такое, что больного с вызова берешь в состоянии, скажем так, средней степени тяжести, а за время транспортировки состояние ухудшается до тяжелого. Десятки вызовов ежедневно на каждую бригаду. Скорую помощь сейчас в разгар третьей волны пандемии ждут в многих домах нашего города. Но приходится приезжать не только на вызовы граждан. Приходится осуществлять такие вызовы, как, например, сейчас. Вот из центра СПИД, где расположен ковидный госпиталь, сейчас эта бригада скорой помощи заберет пациентку, чтобы перевезти ее в первую городскую больницу, в другой ковидный госпиталь, где есть реанимация и где ей могут оказать экстренную медицинскую помощь в связи с ухудшением. И это тоже часть ежедневной работы. Экстренные перевозки из госпиталя в госпиталь, туда, где есть интенсивная терапия и шансы на спасение, происходят постоянно. Только скорая с ее специалистами и оборудованием может справиться с этой задачей. А после каждого пациента в обязательном порядке обработка автомобиля. Ну, так положено. Даже не важно, коронавирус или нет, все равно обрабатываем. Ну, мы все равно обрабатываем. Потому что клиентура разная, нам приходится и бомжей возить. Это специализация нашей бригады, к сожалению, пьянобольных так называемых. Вот коронавирус. Много людей, которые в крови. Все надо обрабатывать. И да, дорожные аварии, пьяные разборки, несчастные случаи никто не отменял. Даже коронавирус не может поставить все это на паузу. А значит, скорая принимает сигнал о помощи. Люди немножко не понимают, что помимо того, что мы обслуживаем, выезжаем на вызова неотложные, у нас еще в первую очередь, первоочередную экстренные вызова, которые мы принимаем и должны выехать туда незамедлительно. Это ДТП, это роды, это кровотечение. Но понимание со стороны населения очень маленькое, потому что все хотят здесь и сейчас скорую помощь иметь. Сотрудники скорой многое повидали, через многое прошли. Но первый, самый страшный удар коронавируса прошлым летом пришелся и по ним. Забрал жизни врачей. Многих уложил на больничную койку. Оставшимся пришлось сплотиться и мобилизовать силы для борьбы со смертельным лицом. Мы знали, что такое вирусная инфекция и что подобные состояния бывают. И так или иначе мы работали в какие-то пике эпидемии, гриппа того же. Но это было действительно что-то другое. Эти люди точно знают, COVID-19, он существует. И это беда. Они и раньше видели смерть, что называется, в глаза. Но этот вирус забирает жизни без разбора. Мое субъективное мнение по сводной информации – это коварная вещь, потому что кому как достанется. Мнения разделились, кто верит, кто не верит. А другие ходят, бравируют этим делом, а потом она их догоняет. А теперь обидно и жалко тех людей, которые не понимают. Особенно обидно тогда, когда читаешь это в средствах массовой информации, когда говорят, что этого ничего нет, и это все придумано. И вообще, зачем это надо, и кому это надо, и зачем прививаться. Не знаешь, как объяснить людям, кроме как, может быть, собственными примерами. Объясняешь, говоришь. И когда меня спрашивают, надо ли прививаться, я говорю, да, надо. Потому что я не знаю, как по-другому это все остановить. А уже хочется, чтобы это закончилось. Мы тоже хотим, чтобы все это закончилось. А спасение только в наших руках. Имя ему – дисциплина. Быть бдительными, избегать больших скоплений, соблюдать масочный режим, беречь от излишнего общения пожилых родственников и пройти вакцинацию. Ведь нам всем необходимо, чтобы сирена скорой помощи наконец стала реже звучать на наших улицах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова